Музыка Здравствуйте, в эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». И сегодня у нас в гостях Марина Тихонова, директор медицинского центра «Вера». Здравствуйте, Марина Николаевна. Ну вот, весна уже наступила, не за горами лето, и всё чаще люди, имеющие лишний вес, начинают задумываться о борьбе с этой проблемой. Изнуряющие диеты, бесконечные тренировки в спортзалах, к сожалению, не всегда помогают. Могут ли специалисты вашего центра помочь в борьбе с лишними килограммами? Действительно, весной хочется быть более красивыми, и в нашем центре уже 19 лет лечат ожирение. Это объективная методика, это не кодирование, не психологическое воздействие. Это лечебная методика, делается суджок-терапия, северокорейская методика, которая даёт очень хороший и реальный результат сброса веса. К нам ходят пациенты два раза в неделю в течение месяца. Уходят объёмы, проходит аппетит. Аппетит после пятого сеанса действительно хорошо уходит, и насыщение идёт настолько быстро, что пациент начинает кушать, и ощущение, ой, я только начал свою трапезу и уже насытился. Голодать точно не придётся, считать калории точно не придётся. Мы, конечно, даём рекомендации по питанию, но соблюдать их достаточно легко. Как раз вот легко за счёт того, что проходит чувство голода, за счёт того, что у сладкоежек пропадает тяга к сладкому, жирно невозможно съесть на этой методике, будет тошнить. Вот, поэтому пациенты худеют достаточно легко, гармонично. И для тех, кто боится, что будет испытывать какой-то дискомфорт, могу однозначно сказать, наши пациенты говорят, мы не можем съесть столько, сколько вы сказали. Потому что, конечно, рекомендацию по питанию мы даём перед началом курса лечения. И мы просим, чтобы дробно питались пациенты, рассказываем, как правильно совмещать продукты. Но это действительно всё легко, соблюдать все эти рекомендации. Суджогутерапия, что это такое, что она из себя представляет? Суджог – это лечебная методика, северокорейская методика. Микроиглы ставятся на пальчики рук, на пальчики ног. В отличие от корпоральной акупунктуры, классической акупунктуры, когда большие иголки по всему телу ставятся, суджог даёт эффект с первого сеанса. И неважно, верит пациент или не верит, что будет эффект, но приходит на следующий сеанс минус полтора-два килограмма, у подавляющего большинства пациентов сразу уходит. И они это воспринимают как это так. Вот я вроде бы ничего не делал, а эффект уже пошёл. По сути, это методика для ленивых. Вы вроде бы ничего не делаете правильно. Можете даже не ходить в зал. Хотя напрасно в зал, я считаю, нужно ходить. Фитнесом нужно заниматься, потому что ускоряются все обменные процессы. А процесс похудения идёт достаточно хорошо. Что ещё приятно на нашей методике? Здесь ничего не обвисает. Когда пациент, когда просто человек сидит сам на диете, допустим, не хватает белка, коллаген теряется и всё обвисает после этой диеты. Более того, он быстро возвращается к исходному весу. А на этом методе нет. Первое, что замечают пациенты, уходят и очень здорово подтягиваются объёмы. То есть к вам приходит пациент только в суджог терапии или всё-таки у вас есть диетологи, которые могут подобрать правильный рацион питания, могут посоветовать... Ну, в общем, вырабатывается целая программа или можно только на иголочке ходить, и будешь худой и красивой? Вот могу сказать, что даже если бы человек только ходил на суджог терапию, у него отсроченный эффект. Пациент худеет после того, как закончил наш курс, ещё в течение полугода сбрасывает вес. Вот ещё раз повторюсь, это метод для ленивых. Но на самом деле мы постоянно корректируем питание. То есть если пациент спрашивает, говорит, а вот почему-то у меня приостановился вес, мы тут же даём эти рекомендации. И ещё, если пациента не устраивает какая-то часть тела, ну, допустим, у него бывают такие фигуры, когда всё вроде бы замечательно, и верх гармоничный, и низ более-менее, а спасательный круг на животе у молодой женщины, и тогда мы можем подключить мезотерапию. Мезотерапию мы делаем немецкими хелевскими препаратами, которые не оказывают побочных эффектов. И это оправдано, потому что косметологи знают, что есть, допустим, такие испанские препараты, достаточно мощные, быстро действующие, но, как правило, у них в аннотации написано, что они оказывают воздействие на печень. Мы такими препаратами не работаем. Мы работаем вот этими немецкими препаратами достаточно долго. Они очень хорошо подтягивают объёмы. Можно обкалывать и живот, и бёдра. То есть та проблемная зона, которая есть, её можно очень хорошо убирать. Вот чаще всего у мужчин большие животы, особенно для тех мужчин, которые очень любят пиво. Вот мы обкалываем, и действительно очень хорошо убирается. Живот подтягивается, совершенно другой пациент. А если человек ещё и ходит в фитнес-зал и помогает вот этот каркас держать, за счёт фитнеса, конечно, подтягиваются мышцы. Но это только плюс пациенту. По времени. Сколько нужно сделать сеансы, сколько нужно в общем затратить времени для того, чтобы привести себя в форму? К нам ходят 8 раз. То есть 2 раза в неделю, в течение месяца. Пациент ходит. В течение месяца первые килограммы уходят. Но видно, что уже подтянулся объём. Человек видит, что у него реально есть результат. А дальше результат идёт по нарастающей. У иголок и классические иглорефлексотерапевты вам об этом скажут, что здесь эффект идёт даже не на самом курсе, а немножечко спустя время. Эффект кумулятивный, накопительный. И вот в течение полугода очень здорово сбрасывать. Поскольку мы работаем уже 19 лет, и большой опыт накоплено. Весной идёт очень много народу у нас. Народ с удовольствием к нам приходит, худеет у нас целыми семьями. Вот я могу сказать, что вот этот отсроченный эффект с 3 по 6 месяц очень мощно начинает уходить вес. Многих интересует. Это не больно? Вот иголочки. Нет, это вполне терпимо. Да? Да. И ещё не забывайте о том, что в классической акупунктуре, действительно, если доктор не очень профессиональный, он может доставить боль, так сильнее крутануть иголки. А в суджоке вообще такого не бывает. Здесь все точечки собраны, только на пальчики рук и на пальчики ног. Одновременно мы ставим ещё на ушко те иголочки, которые подавляют аппетит. Нет, всё терпимо. Скажите, вот проделав такой курс, потеряв какое-то количество килограммов, нужно ли это с какой-то периодичностью повторять? Или что нужно делать для того, чтобы вес держался в норме? Такие рекомендации вы тоже даёте? Да, мы даём такие рекомендации. После курса лечения около года пропал аппетит, и он не возвращается. И обычно пациенту говорим, если только появился аппетит, ну, придите, поставьте хотя бы в ухо, там всего две маленьких иголочки. Дело в том, что с ними ходят. Это микроиголочки. Их специальным пластырем фиксируют. И эстетично всё это выглядит, поэтому это спокойно можно ходить. И тогда аппетит опять пропал, человек не будет просто переедать. А вообще-то к нам пациенты идут. Вот сейчас, допустим, идут пациенты, которые были 5 лет назад у нас, 7 лет назад. Но есть пациенты, которые сбросили вес, держат идеальный вес, и они приходят раз в год, как на лечебную процедуру. Ведь это лечебная методика. Там параллельно целая куча болячек лечится. Да, вот по поводу тех болезней, которые вызывают обычный излишний вес, они тоже уходят. Они действительно проходят. Смотрите, гипертоническая болезнь. Вот если человек пришёл прям с высоким давлением, пока сидит на иголочках, там всего полчаса сидит, уже давление падает на 20 единиц. Сахарный диабет второго типа. Про сахарный диабет первого типа не могу сказать, не накоплен опыт. А вот сахарный диабет второго типа очень много пациентов. Сахар реально снижается. Совершенно объективный показатель. Вот вы смерили сахар до начала лечения, и уже где-то после пятого сеанса сахар стремится к норме. Про псориаз не могу сказать, это кожные болезни. А вот экзема тоже кожа совершенно чистится. Причём здесь очень интересный результат. Сначала чистится кожа, а потом идёт процесс похудения. И когда пациент видит, он пришёл одну болезнь лечить, а у него параллельно он избавился от такой болезни, которая действительно причиняла ему неудобства такие, дискомфорт, он, конечно, очень доволен. И они даже, бывает, приходят для того, чтобы вот эту вторую болячку пролечить. И вообще ожирение – это же метаболические нарушения. Это фоновое заболевание для других болезней. Известно, что жировой гепатоз печени при снижении веса на 15 кг может самопроизвольно просто исчезнуть. Поэтому это очень хорошая методика. Это методика лечебная. Я вообще бы её характеризовала как мощную лечебную методику. Я с ней работаю уже 19 лет. Я вижу, какие хорошие результаты. Кстати, бессонница проходит. А для человека, который измучился этой бессонницей, он приходит и говорит, наконец-то я высыпаться стал. И он тоже приходит, он повторяет именно как лечебную методику. Марина Николаевна, но ведь бессонницей может мучиться и человек, не имеющий лишнего веса. А в этом случае к вам можно прийти? Можно. Там есть своя методика. Но у нас ведь не только ожирение лечит. У нас просто тема с вами такая, что вы сказали весна, и сейчас очень здорово бы похудеть. Да хорошо бы похудеть, не прикладывая особо усилий. А на самом деле суджок – это методика, благодаря которой можно лечить достаточно большой спектр заболеваний. Вот, кстати, НУРС у детей не знает никуда пойти, а он прекрасно вылечивается. Заикание в худшей мере, но действительно седативный эффект такой, что можно улучшить состояние. Ну вот действительно, весна, время прекрасное, но, к сожалению, именно в это время обостряются очень многие хронические заболевания, и не всегда медикаментозные лечения может здесь помочь. Какие еще методы могут предложить ваши врачи, не медикаментозные, которые могли бы помочь чувствовать себя более здоровым? Мы уже 19 лет занимаемся герудотерапией. Это пиявки. Это тоже мощное лечебное средство. По своей сути, пиявка – это биологический шприц. Она впрыскивает до 120 биологически активных компонентов, и каждый из этих компонентов дает лечебный эффект. И на пиявочки как раз приходят с гипертонической болезнью, с артрозами, с артритами, приходят с варикозным расширением вен, с внутричерепным давлением, и пиявки дают очень хороший результат. Вот сейчас много идет, ну не буду говорить, из какого центра нам посылают, молодых женщин, которые не могут забеременеть, и я вижу, какие результаты после герудотерапии, когда у человека 7 лет не происходила овуляции, там пробовали ЭКО делать, а после герудотерапии наступает овуляция. В Питере же целый центр герудотерапии, который занимается бесплодием. Мы себя не рекламируем как медцентр, который этим занимается, но пиявки действительно восстанавливает настолько и здоровье, и энергетику человека, что это тоже достаточно мощное оружие в борьбе с какими-то недугами. Многих отталкивает, наверное, сам процесс. То есть, когда представляешь, что вот на тебя вы сами пробовали? Конечно. Как это вообще все происходит? Действительно ли человек испытывает какие-то отрицательные эмоции в связи вот с контактом с пиявкой, или это просто вот наше какое-то предубеждение? К нам приходят те пациенты, которые, видимо, преодолели все эти преубеждения. Я думаю, что тот пациент, который боится пиявку, ну, как таракану, допустим, он, скорее всего, к нам и не придет. Но те люди, которые пришли, они с удовольствием ставят. Говорю с удовольствием, потому что на пиявках можно говорить о гарантированном эффекте. Когда ставишь пиявку, всегда идет улучшение той болячки, с которой пришел человек. И нужно не забывать о том, что, во-первых, пиявки мы не в пруду наловили. Мы их, да, мы их покупаем в центре, в Подмосковье, как раз вот центр, где выращивают эти пиявки. Отработанные пиявки никогда не используются дважды. Мы их утилизируем прямо при пациенте. Пациент видит, что их уничтожает раствори холорамина с Н4. Ну, вот как это, не жалко пиявок, но, тем не менее, вот это происходит, и пациент абсолютно смело приходит. Более того, раньше я привозила сертификат соответствия на каждую партию пиявок. Теперь я привожу паспорт на каждую пиявочку. Вот сейчас тоже какие-то изменения такие идут, и пациент видит, что это чистая пиявка, которую на биофабрике вырастили. И еще есть болячки, которые, ну, достаточно трудно поддаются лечению. Вот та же гипертония, бывает, что человек там целую горсть таблеток выпивает, а давление все равно у него держится. А после пиявок-то пациент целых полгода может не принимать никакие лекарства. Поэтому вот, пожалуйста. Вот сейчас весна, как раз обострение, у нас достаточно много пациентов. Мы принимаем одновременно на пяти кушетках пациентов. Вот именно с пиявочками, ну, и с иголочками тоже, конечно. Скажите, а существует ли у вас какая-то проблема с записью? Как быстро можно попасть к специалисту? Ну, вот я вам уже говорила, что, допустим, на пиявки, на иголки мы принимаем одновременно на пяти кушетках. Работаем вот все дни, кроме воскресенья. У нас единственный выходной это воскресенье. Поэтому вот такой проблемы не стоит. Записаться можно. Записаться, собственно, легко. Просто позвоните по нашему телефону, и мы с удовольствием вас примем. А территориально где находится ваш медсцентр? Территориально прямо в центре. Три минуты ходьбы от остановки ЦИР. Это Полонского, 19, корпус 1. Ну что ж, Марина Николаевна, большое спасибо, что сегодня к нам пришли. Мы желаем вам удачи, а нашим телезрителям здоровья. Ну, а на этом мы заканчиваем. Всего вам самого наилучшего. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова